Апотекарий Прим Пенту Даст из Легиона Тысячи Сынов. В компьютерной игре Хорус Херес Эллидженс карта Пенту Даст встречается в любой маломальски приличной сборке Тысячи Сынов. При отсутствии точечного или внушительного по своему урону масса ремовала мы получаем почти неиссякаемый источник восстановления показателя здоровья нашего командира. А в сочетании, например, с Экротрезом и шепотом Хаоса Магнуса наш примарх становится практически неубиваемым. Но перейдем непосредственно к Беку. Апотекарий Прим Пенту Даст, входивший в геродитинский круг легионного апотекариона, закрепленного за Восьмым Братством, был широко известен не только за пределами своего сообщества, но даже и легиона, так как обладал широкими познаниями в области ксеноморфологии. Его научные работы нашли положительный отклик не только у представителей руководящего состава магосов-биологисов-механикум, но и служб имперского планетарного учета. История Пенту начинается задолго до воссоединения Магнуса со своими генетическими сыновьями. В те мрачные времена, когда изменение плоти терзало воинов легиона, Даст вместе с другими апотекариями Прим безуспешно пытался излечить или хотя бы замедлить распространение недуга. Стоит ли говорить, что попытки не увенчались успехом? Возможно, именно по этой причине Пенту после событий на Проспера и спасения легиона стал фанатично предан Магнусу, так как он не только избавил воинов от столь страшного недуга, но и победил там, где все, даже самые лучшие ученые Империума терпели поражение. Примарх высоко ценил способности и живой ум Даста, а потому особых проблем с продвижением по иерархической лестнице легиона у Пенту никогда не возникало. Как многие боевые братья, возвысившиеся непосредственно в Апотекарионе, Пенту Даст был участником храма Паванидов, а его выдающиеся способности биоманта находили самую высокую оценку у командования. При этом Апотекари был яростным противником вердикта Никейского собора, открыто высказывающим свое негодование по поводу запрета использования дара Псайкера. Неудивительно, что со временем накопленные обиды и недопонимания обернулись яростью и ненавистью. Судя по обрывочным данным, Пенту Даст оказался в авангарде защитников Проспера, принявших на себя самый первый безжалостный удар космических волков. Великолепные биомантические способности, усиливающие до запредельного уровня и без того выдающиеся физические показатели Астартес, в сочетании с высоким мастерством Апотекария оказали неоценимую помощь легионерам Тысячи Сынов. Дальнейшая судьба Пенту Даста неизвестна, но по многим обрывочным слухам, его жизненный путь, к сожалению, скорее всего закончился на Проспера. Ну а на сегодня все, до новых встреч, пока-пока. Продолжение следует...